Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему на выходных я часто чувствую себя одиноко, у меня есть спарринги, есть подруги, но я не доверяю им на 100%, потому что часто ощущаю зависть, как мне искать поддержку. Такой вопрос. Ну, для начала хочется сказать, что называю такие довольно серьезные причины, довольно серьезные феномены. Описываю такие довольно серьезные феноменки, как одиночество, как зависть, как недоверие. Вот. А вы, вот, как бы, ну, называя это все, да, вы как будто бы не раскрываете ни одной из этих тем. То есть, а что это значит одиночество? Как вы понимаете, что это одиночество? Вот. А ведь, ну, вполне может быть, что речь идет не об одиночестве, а вполне может быть, что речь идет о чем-то другом. Вот. Вот. Это первое. Второе. Значит, у вас одиночество появляется на выходных. Если оно появляется и проявляется на выходных, то я полагаю, что дело здесь в том, как вы сами себя чувствуете, да, и не только на выходных. Вот. То есть, ну, вероятно, вы себя чувствуете одинокой всегда. Вот. Просто на выходных ситуация обостряется. Конечно, связано это может быть только с одним таким фактором глобальным. Один глобальный фактор. Это фактор того, что вы, как бы, оказываетесь, если угодно, вот такая промысловка будет, вы оказываетесь наедине с собой. Вот. То есть, вы, как бы, сталкиваетесь с собой здесь. Вы сталкиваетесь с чем-то. С себе? Внутри. Внутри. Себя. Внутри. Ну, значит, что вами оторгается. Что вами не принимается. Семь. Не принимается. идёт, да, вполне, естественно, это вполне нормально, и, в общем и целом, на мой взгляд, отсюда формируется вот эта вот одиннадцатая, то есть это вот такая определённая, если хотите, потребность, что ли, в другом, ну, в другом человеке, вот, чтобы вам закрыли, вот, какую-то вашу, ну, какой-то ваш конфликт, вот, понятно, понятно, на мой взгляд, по крайней мере, что плохого, прям, прям таки плохого, ничего в этом нет, вот, но, если вы хотите это изменить, то нужно с этим будет что-то делать, исследовать, смотреть, так далее. Дальше. Вы говорите о том, что не доверяете ни подругам, ни своему молодому человеку. Я полагаю, я полагаю, что в какой-то степени, если мы говорим о том, что вы не доверяете, а им третий день по помощи, чтобы вы чего-то, чего-то от них ждёте. Вот. Ну, ждёте чего-то, не знаю, чего-то плохого, может быть, да? Вот. Ожидаете какой-то, может быть, подлянки, да? Вот. Ждёте, что они что-то сделают и так далее. То есть, вот, какой-то такой негативный, негативный здесь есть аспект. Очень важно в этом контексте увидеть, что, с одной стороны, всё, что вы можете в той или иной степени приписывать им в какой-то степени соотносится с вами. То есть, это про вас. Это про ваши чувства, это про ваши желания, это про то, что вам хочется в той или иной, в какой-то степени, в какой-то степени, в той или иной, искажённой, возможно, формы. Вот. Это такой момент. С другой стороны, недоверие себе, это про... Опять же, недоверие другим, недоверие другим, это про недоверие себе. То есть, это вот. Про отворжение, вот. Отворжение себя, вот, где-то, в чём-то, как-то и так далее. Вот. Тут, тут нужно исследовать этот момент, как и в чём это проявляется. Да? Где вы себя, опять же, отвергаетесь, в чём вы себя отвергаетесь и так далее. Следующее. Вы говорите о том, что у вас есть зависть. То есть, вы говорите о том, что завидуете, вот, как бы, ну, подруге, да? Завидуете, значит, молодому человеку. Ну, во-первых, в чём конкретно вы им завидуете? Давайте начнём с этого. Что конкретно вызывает вас зависть? Почему вы так уверены, что то, что вы чувствуете, есть зависть? Ну, то есть, может быть, то, что вы чувствуете, есть не зависть? Может быть, это что-то другое? Вот. Ну, хорошо. Что такое зависть? Зависть – это когда вы хотите чего-то, но не позволяете себе. Вы этого хотите, но вы этого себе не позволяете. Но вы можете это сделать. Во-вторых, во всё есть, но вы себе это не позволяете. И отсюда, собственно, берётся зависть. Именно отсюда берётся зависть. Поэтому, ваша задача заключается в том, чтобы вы постарались увидеть, чего же вы хотите, чему вы завидуете. Я могу вас уверить в том, что вы вполне себе можете своего этого достичь, если не будете себя как-то ограничивать. Ну, то есть, пока вы себя ограничиваете, пока вы ставите себя в зависимость от каких-то людей и так далее. Вот представим себе такую ситуацию, что вы завидуете самостоятельности. Вот представим себе, что вы завидуете самостоятельности людей. Это означает, что вы хотите быть более самостоятельными сами. Это означает, что вы как-то для себя представляете, что вы можете быть самостоятельными. Но вы себе это по какой-то причине запрещаете. И вот, конечно же, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть этот момент. Помочь вам увидеть. А почему вы себя запрещаете? Потому что лично я думаю, что запрещаете вы себе это не просто так. Лично я думаю, что у вас есть основания для того, чтобы себе это запрещать. У вас есть какая-то выигры для того, чтобы себе это запрещать. Только сейчас вы этого пока не замечаете. Ну, возможно, вы и не захотите этого замечать. Возможно, вы вообще предпочтете остаться в этом состоянии. Коли так, то это, конечно, ваш выбор. И, наконец, последнее, о чем вы пишете. Мы запрещаем, что как-то вы хотите искать поддержку. Вот. Вот вам нужна поддержка. Ну, давайте для начала мы спросим. А как вы понимаете, как вы поймете, что вы ее получили? То есть, грубо говоря, как вы увидите, что это именно поддержка? Дальше. Поддержка нам нужна тогда, как правило, когда мы не можем сами с чемпи справиться. Соответственно, возникает вопрос. С чем вы не можете справиться? Что такого на себя вы наваливаете, что чтобы с этим справиться вам нужна поддержка? Конечно, никто не говорит, что вы не должны нуждаться поддержки. Я думаю, что любой человеку не нуждается, так или иначе. Мне кажется, что это абсолютно нормально нуждаться поддержки. И здесь мы подходим ко второму важному аспекту. Как вы просите о поддержке? Как люди узнают о том, что вам она, то есть поддержка, нужна? Как человек может понять, что вы хотите поддержки? Это тоже очень важный момент, на который вам нужно само собой обратить свое внимание. По помощи, если человек не знает, если человек не понимает, что вам нужна поддержка. Если вы не просите ее у него, то конечно же возникнут всякие проблемы. Но я бы очень сильно, очень настоятельно рекомендовал бы вам здесь посмотреть, поисследовать то, как вы относитесь с к своим задачами, как вы управляете своими задачами, как вы выбираете задачи, которые вот, ну, на себя взваливаете, к примеру. Я бы как-то обратил внимание больше на это, чтобы снизить нуждаемость в этой самой поддержке. Я бы рассмотрел то, как вы о ней просите и немножечко отходил бы от того, что человек должен догадаться, что вам она нужна. Я имею в виду подачки. Ну, вот, в целом, я думаю, что какой-то такой ответ я мог бы вам предложить сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения... психотерапии. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот, для дальнейшей работы над собой. А мы будем рады вам в этом помочь. Удачи. Обращайтесь. Общаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.